Господи слава тебе Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь Святитель Иоанн Златоуст На Слова И бысть в лето Вон же Умре Озия В своей первой беседе говорит о том, что Благоговейно предстоять в церкви нужно И что из этого происходит Радуюсь, что вы посещаете мать всех церковь Подражаете ликом ангельским Приносите непрестанное словословие Создателю О дарование Христовы На небе словословят ангельские воинства, на земле люди В церквах, составляя хоры, подражают такому их словословию На небе серафимы взывают тресвятую песень На земле собрание людей возносит ту же песень Составляется общее торжество небесных и земных существ Одна благодарность, один восторг Одно радостное ликование Это устроено неизреченным снисхождением Господа Это составлено Духом Святым Эти стройные звуки согласованы благоволением Отца Они получили стройность свою свыше И сотрясаемой Троицей Как бы некоторым смычком Производят усладительную и блаженную мелодию Ангельскую песень Непрестанную гармонию Вот следствие здешнего усердия Вот плод нашего собрания Поэтому я и радуюсь такому приспиянию Радуюсь, видя радость в душах ваших Радость духовную, веселье, побозе Ибо ничто так не делает нашей жизни радостную Как веселье в церкви В церкви сохраняется радость радующихся В церкви утешение для унывающих В церкви веселье для скорбящих В церкви успокоение для изнуренных В церкви отдохновение для утружденных Придите ко мне, сказал Господь Все труждающие и обремененные И я успокою вас Матфея 11, 28 Что может быть вожделение этого воззвания Что приятнее этого приглашения На пив зовет тебя, зовущий тебя В церкви Господь приглашает К отдохновению вместо трудов Возвращает к успокоению после скорбей Облегчая бремя грехов Врачуя уныния наслаждением И печаль радостью О неизреченное попечение Небесное призвание Поспешим же, возлюбленные Как показать ревностное усердие Так и с надлежащим благочинием И с должным расположением Исполнять его Об этом я хочу теперь сказать вам слово Которое кажется тяжким Но на самом деле не тяжкое А полезное Так поступают и чудолюбивые отцы Они предлагают детям не только то Что доставляет радость на краткое время Но и то, что причиняет скорбь И внушают им не только то, что тот час Оказывается польза Но и то, что кажется тяжким Но бывает спасительным по исполнению И этому последнему научаются Особенным усердием И настойчиво требуют от них соблюдения Мы предлагаем такое слово для того Чтобы нам не трудиться здесь напрасно Чтобы приняв на себя бремя бдения Нам не подвизаться без пользы Чтобы звуки рассеивающейся в воздухе Не гласили более ко вреду, нежели к пользе Ибо и купец, производя отдаленную торговлю И подвергаясь сильному течению ветров И буйству волн Не стал бы напрасно и без пользы Переносить такие трудности Но для того он и рассекает моря И решается на опасности И переходит с места на место И целые ночи проводит без сна Чтоб получить себе прибыль От своих торговлей А если бы этого не было Но вместо прибыли у него истрачивался бы и капитал То он не мог бы сходить со своего места Не подвергать себя таким разнообразным опасностям Зная это, будем приходить сюда С надлежащим благоговением Чтоб вместо отпущения грехов Не умножить их и с тем не возвратиться и домой Что же мы желаем и требуем Того, чтобы вознося божественные песнопения Вы были проникнуты великим страхом И украшены благоговением И таким образом возносили их Ибо из присутствующих здесь есть люди Которые и думают, знают И ваша любовь Которые не почитая Бога И считая изречения в духа обыкновенными Издают непристойные звуки И ведут себя нисколько не лучше беснующихся Колеблясь и двигаясь всем телом Показывая нравы чуждые духовному бдению Жалкий и несчастный Тебе должно с изумлением и трепетом Возносить ангельское словословие Со страхом совершать исповедание пред Создателем И через это испрашивать прощения грехов А ты переносишь сюда обычаи шутов и плесунов Безобразно протягивая руки И подпрыгая, кривляясь всем телом Как ты не боишься и не трепещешь Дерзко слушая такие изречения Разве ты не знаешь, что здесь невидимо присутствует сам Господь Измеряя движение каждого И испытывая совесть Разве ты не знаешь, что ангелы Предстоят этой страшной трапезе И окружают ее со всех сторон страхов Но ты не разумеешь этого Потому что слышанное и виденное тобою На зрелищах помрачило ум твой И посему совершаемое там ты вносишь в церковные обряды Обнаруживая бессмысленными выкриками Беспорядочность своей души Как же ты спросишь прощения своих грехов Как преклонишь на милость Господа Принося моление столь небрежное Ты говоришь, помилуй меня Боже А этим обнаруживаешь нрав противный помилованию Взываешь, спаси меня А сам принимаешь вид чуждой спасения Помогут ли сколько-нибудь молитвы Твои руки, часто поднимаемые кверху И движимые беспорядочные И крики, производимые напряжением Дуновением воздуха, но не имеющие смыслов Несвойственно ли такое действие Беспутным женщинам Встречающимся на перекрестках И кричащих на зрелищах Как же ты осмеливаешься К ангельскому словословию Примешивать эти шутки бесовские Как ты не стыдишься того излечения Которое здесь произносишь Работайте Господи со страхом И радуйтесь Ему с трепетом Псалом 2, 11 стих Это ли значит работать со страхом Чтобы действовать необузданно С напряжением и самому не знать О чем говоришь беспорядочными звуками голоса Это знак презрения, а не страха Дерзость, а не смирение Это свойственно более произносящим шутки Нежели словословие А что значит работать Господи со страхом? Значит, исполняя всякую заповедь Совершать это со страхом и трепетом Возносить молитвы с сокрушенным сердцем И смиренным умом Не только работать со страхом Но и радоваться с трепетом Повелевает Дух Святой через пророка Так как исполнение заповеди Обыкновенно доставляет радость Упражняющемуся в добродетели То и ей, говорит он Надобно предаваться со страхом и трепетом Чтобы нам, забывшись от бесстрашия Не погубить трудов и не оскорбить Бога Но как возможно скажешь ты радоваться с трепетом? Это два чувства не могут быть вместе В одно и то же время Будучи весьма различны между собой Радость есть удовлетворение желаний Наслаждение приятным Забвение неприятного А страх есть прискорбное чувственное ожидание Бедствия происходящие в отчаивающейся совести Как же можно радоваться со страхом И не просто со страхом, но с трепетом Который есть усиленный страх И знак великого беспокойства Как же это может быть? Этому научает тебя серафимы Которые самим делом Исполняют такое служение Они наслаждаются неизлеченную славу Создателя И совершают непостижимую Красоту Не говорю Какова она по самому существу своему Ибо она непостижима Незрима Невообразима И нелепо было бы так думать о ней Но сколько они могут Столько они в состоянии просвещать этими лучами Они постоянно служат вокруг царского престола Пребывают в постоянной радости В вечном веселье В непрестанном удовольствии Восхищаясь Ликуя немолчно Славословие Ибо стоя пред лицем этой славы И просвещаясь происходящим от нее светом Это их радость Веселье Восхищение И слава Может быть и вы Несколько почувствовали удовольствие И у вас пробудилось желание этой славы Если вы захотите послушать Увещание И совершить настоящее славословие С благоговением То и вы Не лишайтесь этой радости Потому что один и тот же Господь Прославляемый на небесах и на земле Вся земля, говорит пророк, полна славы Его Исайя 6 глава 3 стих Подлинно здесь присутствует сам Он Необъемлемый никаким местом И замечает слова всех Посему будем высылать Ему хвалу Сердцем сокрушенным и смиренным Чтобы сделать ее приятную И возносить на небо Как благогонный фемиан Сердце сокрушенного и смиренного Говорит Писание Бог не уничижит Псалом 50 19 стих Ну скажешь Пророк заповедует совершать словословие С восклицанием Воскликните, говорит Господи, вся земля Псалом 65.1 И мы запрещаем не такое восклицание А бессмысленный вопль Не голос хвалы, а голос бесчестия Или усиленные крики друг перед другом Непрестанное тщетное поднятие рук на воздух Топтание ногами И безобразные непристойные обычаи Которые свойственны Занимающимся шутками На зрелищах и ресталищах Оттуда приносятся к нам Эти вредные привычки Оттуда эти неблагоговейные Грубые выкрики Оттуда непристойные движения рук Ссоры, состязания Беспричинные нравы Подлинно ничто так не производит Невнимательности к извлечениям Божьим Как восхищение тамошними представлениями Посему я часто внушал Чтобы никто из приходящих сюда Слушающих божественные учения Причащающихся страшной И таинственной жертвой Не ходил на зрелища И не смешивал божественные таинства С бесовскими Но некоторые Так обезумели Что уже имея почтенный вид И дожив до старческой седины Бегут туда Не обращая внимания На слова наши И не стыдясь собственного вида Впрочем Довольно об этом Время уже обратиться К прежнему увещанию И изложив его кратко Положить приличный конец слова Подлинно здесь не только Бесчинство Но господствует еще и Некоторое другое тяжкое зло Какое же Пришедший сюда для того Чтобы беседовать с Богом И возносить ему словословие А потом оставив его Каждый обращается К близтоящему И начинает разговаривать О делах приходящихся дома На торжествах Или в народе На зрелищах Или в войске Как устроено то И как опущено это Что излишнее В расположениях И чего Не достает в них И вообще Разговаривать здесь О всех делах Общественных и частных Заслуживает ли это Прощение Беседующий И с земным царем Говорит только о том О чем тот хотел бы слышать И о чем он сам Предлагает вопросы Если же осмеливается Упомянуть о чем-нибудь Другом Против его желания То подвергается Тяжкому наказанию А ты беседуя С царем цастующих Которому с трепетом Служат ангелы Оставив беседу с ним Разговариваешь О грязи О пыли О паутине Ибо таковы Настоящие дела Какое ты Понесешь наказание За такое пренебрежение Кто избавит тебя От этого наказания Итак Каждый приходящий сюда Пусть Помышляет о собственных грехах И с надлежащим благочинием Пусть возносит Настоящее славословие А требуемое От нас благочиние Состоит в том Чтобы Во-первых Приступать к Богу С сердцем сокрушенным Потом Выражать такое Расположение Сердцем и внешним видом Скромным стоянием Благопристойным положением Рук Тихим И умеренным голосом Это легко и возможно Для всякого желающего Как же это может быть Исполнено всеми Поставим для себя Знак Законом И скажем Предписана Общеполезная заповедь И все мы должны Участвовать В этой пользе Посему прекратим Беспорядочные Выкрики Исправим положение Рук Слагая их При возношении Богу А не поднимая Непристойными движениями Ибо этого Не любит И отвращается Господь От человека сокрушенного Он любит И приемлет Вот на кого я призрю Говорит он На смиренного И сокрушенного Духом И на трепещущего Пред словом Моим Исаи 66 Глава 2 стих Бог не хочет Чтобы мы беседовали С ним И вместе Разговаривали между Собою Чтобы оставив Беседу с ним Вели разговоры О предметах Настоящих И грязью Оскверняли Жемчужины Он считает Это обидою Для себя А не словословие Если же Кто станет Нарушать Эту заповедь То мы будем Заграждать Уста ему Преследовать его Как врага Нашего спасения И выгонять его Вон из ограды Святой церкви Поступая таким образом Мы легко Загладим Прежние грехи Свои И сам Господь Будет ликоваться Среди нас Со святыми Ангелами И раздавать Каждому Венцы За благочиние Он Человеколюбив И щедр И радуется Нашему спасению Посему Услаждаясь Нашими добрыми Делами Он обещал Царство Небесное И участие В жизни вечной И уготовал Все блага Желая Чтобы мы Наследовали их Чего Досподобимся Всемы Благодатью Человеколюбиям Господа Нашего Иисуса Христа С которым Отцу И Святому Духу Подобает слава Держава Честь И поклонение Ныне и присно И во веки веков Аминь Держава